Рад приветствовать вас в цикле видео лекции «Психосоматика времени». Два слова «психосоматики». Она была открыта еще врачами Греции, древней Греции, когда выдающиеся медики заметили, что человек своей психикой влияет на лечение, то есть фактически не дает себя лечить. Как, например? Очень простой пример, когда человек говорит эскулампу «Знаю я ваши микстуры, знаю, ни одна из них на меня все равно не подействует». Врачи видели на практике, что если человек так настроен, на него действительно микстуры либо не действуют, либо действуют в сто раз слабее, чем они бы действовали на человека, который сам так себя не программировал. Они назвали это «психосоматикой». «Психо» — это наша психическая настройка на что угодно, на процесс оздоровления, на процесс лечения. И «соматика» — «сома» — это наше тело. Так вот, о чем цикл «психосоматика времени»? О том, что человек не только может себя настраивать против прививки или против какого-то лекарства, или против какого-то врача, или против стационара. А он может себя настраивать еще и с точки зрения времени. Почему? Потому что психика человека — это такое мощное явление природы, космоса, что оно способно даже внутри себя менять законы времени. Как? Предлагаю первую лекцию назвать словом «вчера». Когда мы в детстве развиваемся, или когда мы учим детей, мы же сталкиваемся с тем, что дети, маленькие дети, они не знают, что есть такое настоящее, есть такое прошлое, есть такое будущее. Они живут в настоящем и очень удивляются, что было время, когда их не было. А дети плачут очень сильно. Почему? Потому что они не знают еще, что такое завтра. Если сегодня ты не купил игрушку, если сегодня не сделал что-то, что ребенок хотел, он думает, что этого не будет уже никогда. Очень трудно ребенку объяснить, что есть завтра. Он этого просто не понимает. Этого нет у него в понятии. И поэтому настоящее, прошедшее, будущее – это важные понятия, которыми мы учим друг друга, которым нас научили. И они помогают нам работать с временем. И эти понятия могут быть состояниями, а могут остаться только понятиями. Пример – понятие прошлого. Его легче всего понять через, почувствовать через конструкцию «вчера». Могу сказать своему слушателю, соединись с прошлым. Человек на меня будет смотреть округлыми глазами. А когда говоришь, например, соединяйтесь с тем, что было вчера, человек сразу знает, что ему делать. Себе также можно сказать. Прошлое. Что такое мое прошлое? Когда я был ребенком, когда в школу ходил, когда служил в армии, в институте, надо очерчивать прошлое. Но бесконечно мне можно утонуть. Говоришь себе, вчера – отлично, прошла настройка. Я действительно знаю, что вчера – это не сегодня. Через вчера можем вскрыть очень важную программу, которую человек может взять так, что у него всегда будет вчера. есть такие люди, которые смотрели как несовершенненный мир. И они точно знают, что в их прошлом краски были ярче, они были здоровее и моложе. Люди улыбались друг другу. По-настоящему зубы были крепкие. Человек помнит, что зубы были у всех крепкие. Мороженое было очень вкусное. Настоящее, натуральное было вкусное мороженое. И человек настолько убеждает себя в том, что вот это прошлое, минувшее, вот это вчера было лучшее, что никакое ни сегодня, ни завтра с ним даже не может соревноваться. И человек сегодня, завтра, вычеркивает, он оставляет себе прошлое. Он живет в этом вчера. И как вы думаете, напишите комментарий, будет это влиять на его здоровье и на процессы, которые протекают в его теле? Будет. Почему? Потому что тело таких договоров не подписывало. Оно не подписывало условий договоров о том, что ногти больше не будут расти, что волосы не будут удлиняться. В теле происходят естественные процессы. Не только увядание, но и роста. Я про локти и волосы сказал. Процессов таких много в теле. Ткани у нас постоянно обновляются. А человек устанавливает программу вчера на все. Он не обновляется в этой программе. Он не идет никуда. Он остается в прошлом. У него вечное вчера. И это будет влиять на все процессы. И если у человека есть какие-то хроники, то это, безусловно, будет влиять на все диагнозы, которые поставили ему врачи. Как? Будет усугублять эти диагнозы. Потому что в этих диагнозах будет только состояние прошлого. Состояние вчера. Там не будет никакой динамики. Доктор, да, он хотел бы видеть динамику. А в психике пациента никакой динамики быть не может. Потому что все, что было хорошего, динамичного, сказочного и светлого, произошло вчера. И вот эта программа вчера, она сильна тем, что с ней сливается еще одна программа, о которой я собираюсь поговорить в отдельной части. Это программа, которая называется «Никогда». Вчера – это минувшее. То, что больше никогда не наступит. Человек никогда не будет больше молодым. У него никогда не будет таких крепких зубов. У него никогда не будет таких друзей, которые уже все умерли. Это уже никогда. И вот это «Никогда» еще более глубокая программа, в которую человек проваливается. Есть ли выход из вот этого состояния вчера, вечного вчера? Да, есть выход. Но необходимо желание человека. Два условия – технология и желание. Поэтому, если у вас появилось желание, вот вы осознали, да, что действительно это мешает вам. Ну, например, вы занимаетесь здоровьем своим, и чувствуете, что вот неэффективно. Это может быть связано с тем, что нужно вот эту установку времени поменять. Поэтому смотрите следующие серии цикла. Установку «Вчера» можно поменять на установку «Сегодня». Я бы хотел обсудить эту программу в следующей части вот этого цикла, который я назвал «Психосоматика времени». Ставьте лайк на видео для продолжения. Делитесь с хорошими людьми. Субтитры подогнал «Симон»!